Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала б я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора, речь последней посему полюбилася ему. Здравствуй, красная девица, говорит он, будь царица и роди богатыря, мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. Все не вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан запир честной, сел с царицей молодой, а потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была, царь-салтан с женой, простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин, и царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Откачиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца вилят. Сами шлют гонца другого, вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить, и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ. Ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец, и приехал, наконец, откачиха с поварихой, с ватьей бабой-бабарихой, обобрать его вилят. Допья на гонца паят, и в суму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой. Царь берит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод. Делать нечего. Бояре, потужив о государе, и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю прочитали вслух указ. И царицу тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел где царь Салтан. Салтан Салтан